В Республике Беларусь ведется активная работа по продаже недвижимого государственного имущества. Гомельская область занимает здесь лидирующее положение. Только с 2013 по 2017 год арендаторами выкуплено 218 объектов. О возможностях приобретения арендуемого недвижимого имущества и передачи объектов в безвозмездное пользование узнаем прямо сейчас. В соответствии с законодательством арендатор государственного имущества может приобрести его как на общих основаниях, то есть на аукционных торгах, так и с использованием права преимущественного приобретения данного имущества в соответствии с указом Президента Республики Беларусь 4 июля 2012 года номер 294 о порядке распоряжения государственным имуществом, а также соответствующим решениям местных советов депутатов, принятыми во исполнение данного указа. Названные нормативно-правовыми актами определено, что арендатор, арендующий не менее трех лет государственного имущества и надлежащим образом исполняющий свои обязательства по договору аренды в случае принятия решения продажи данного имущества, имеет право преимущественного приобретения данного имущества. Продажа государственного имущества арендатору осуществляется по рыночной стоимости с предоставлением рассрочки до пяти лет со дня заключения договора купли-продажи. Оценку государственного имущества в данном случае производят государственные организации либо организации с долей государства более 50%, аттестованные Государственным комитетом по имуществу. Передача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям имущества безвозмездного пользования возможно под оформленный договором обязательства по созданию рабочих мест. В Бомбельской области с 2012 года заключено 16 таких договоров. Ключевой характеристикой недвижимого имущества предоставляем безвозмездное пользование является его отнесение в соответствии с законодательством категории неиспользуемого. Неиспользуемое недвижимое имущество передается в безвозмездное пользование на основании заявления юридического лица либо индивидуального предпринимателя, поданного собственнику имущества, либо его владельцу. В договоре безвозмездного пользования имуществ нам указываются следующие условия. Это количество создаваемых рабочих мест, срок создания рабочих мест и обязанности по сохранению в течение срока действия договора созданных рабочих мест собственником до передачи имущества в безвозмездное пользование. По окончанию срока действия договора имущество возвращается в балансодержатель. Договор может быть продлен на тот же срок при условии сохранения количества созданных рабочих мест. С вами была передача «Имущество». Мы говорим о том, что актуально.